Приветствую всех зрителей-считателей портала Главпахарь. Наша редакция подготовила для вас обзор самых интересных новостей за прошедшую неделю из мира сельского хозяйства. Кроны представил новый волкователь Swadra S460DB. Рабочая ширина данной машины составляет 4,6 метра, что позволяет эффективно обрабатывать большие участки полей. Особенностью этой модели является регулируемое по высоте дышло с параллелограммным управлением. Оно позволяет поднимать и опускать машину с помощью гидравлического цилиндра, установленного между дышлом и основной рамой. Волкователь оснащен изогнутыми зубьями граблин, которые бережно поднимают урожай. Это предотвращает потери при изгребании и загрязнении собранного материала. Модель также имеет четырехколесное шасси, которое позволяет точно копировать рельеф поля. Научно-исследовательский институт органического земледелия FIBEL представил две машины для механической борьбы с колорадским жуком. Речь идет об агрегатах BITEL COLLECTOR и COLORADO BITTER CATCHER. Эти устройства призваны стать альтернативой биологическим инсектицидам. Модель BITEL COLLECTOR доступна в двух- и четырехрядном исполнении. Для небольших участков также предлагается однорядный вариант с ручным управлением, где ротор приводится в действие аккумуляторной дрелью. В свою очередь машина COLORADO BITTER CATCHER, созданная в партнерстве с нидерландскими инженерами из FIELDWORKERS, и имеет аналогичную конструкцию. Ее передние роторы вращаются в направлении противоположного вращения задних. Пять контейнеров веретенообразной формы улавливают насекомых. Машины собирают их со скоростью от 3 до 5 км в час и выгружают в емкость с мыльной водой, расположенную в конце поля. Технику также можно использовать вместе с междурядным культиватором. NEXAD продолжает проводить полевые тесты своего комбайнового модуля NEXCO. На этот раз портальный системный агрегат продемонстрировал свои возможности на уборке рапса в Румынии и Сорга в Бразилии. На этих сельхозкультурах данную технику испытывали впервые. Напомним, что уборочный модуль NEXCO превращает транспортное средство в самый мощный зерноуборочный комбайн в мире. Его мощность составляет более 1100 лошадиных сил, а зерновый бункер имеет объем 32 кубических метра. Спрос на сельскохозяйственную технику Пронар в России остается стабильным. Об этом редакция нашего портала рассказал представитель дилерского центра Агротехсфера из Псковской области. По его словам, агрария приобретают технику разного профиля назначения, а особой популярностью отечественных фермеров пользуются бункеры-перегрузчики. Прицепы, полуприцепы, кормораздачники, косилки, а также разбрасыватели органических удобрений. Машины бренда ценят из-за высокого качества исполнения и функциональности. В настоящее время в продуктовом портфеле компании широкий модельный ряд разбрасывателей, прицепной техники разной грузоподъемности и грузовыместимости, широкая линейка кормозаготовительных орудий и техника для животноводства. Напомним, чтобы правильно подобрать машины Пронар, исходя из наличия тракторов в парке техники и особенностей хозяйства, стоит обратиться к экспертам дилерского центра Акротехсфера. Петтингер представил новый самозагружающийся прицеп Джамбо 5000. Техника является частью серии Джамбо и отличается высокой производительностью. Машина может быть оснащена шестирядным универсальным подборщиком с рабочей шириной 1890 мм или семирядным подборщиком профи с шириной уже 2350 мм. Оба подборщика позволяют осуществлять чистый сбор при различных условиях. Зубья подборщиков слегка смещены, что предотвращает их зарывание в почву и повреждения дёрна. Плавающий подборщик имеет свободу перемещения 170 мм на поворотном колесе, что позволяет ему компенсировать неровности и идеально копировать поверхность почвы. Загрузочный ротор диаметром 800 мм имеет 8 рядов зубьев Хелик с толщиной 10 мм. Это позволяет плавно подобрать корм через систему измельчения, даже если масса влажная и невысокая. На рынке прицеп будет доступен в версиях с вместимостью кузова от 32 до 54 кубических метров. Самаша выводит на рынок новую 13-метровую сеноворошилку P12-1330T. Техника имеет рабочую ширину захвата 13 метров и оснащается 12-ю роторами с 6-ю рычагами. Такая конструкция позволяет эффективно ворошить скошенную массу. Каждый ротор имеет три положения рабочей высоты и централизованную регулировку наклона в диапазоне от 15 до 19 градусов. БДМ Агро готовит к выходу на рынок новый дискатор-мульчировщик МЕРОС-12. Данный агрегат дополнит линейку почвообрабатывающих орудий МЕРОС-6 и МЕРОС-9, Новинка с рабочей шириной захвата 12,1 метров, представляет собой двухрядную дисковую борну с установленными на отдельной пружинной стойке сферическими дисками от Белота и необслуживаемыми узлами сербской ФКЛ. Орудий может агрегатироваться с тракторами мощностью от 390 до 420 л.с. и работать с производительностью до 18,2 гектар-час на глубину от 6 до 12 сантиметров. Официальное орудие пока еще не вышло на рынок, однако, по словам руководителей завода, скоро поступит в продажу. Кубань Жилдермаш заявил о начале серийного производства обновленного плуга Танго 5 плюс 1. Речь идет про российский аналог известного немецкого почвообрабатывающего агрегата Европал-9. Данный плуг предназначен для вспашки почвы на глубину до 30 сантиметров при ширине захвата от 1,8 до 2,7 метров. Для работы в поле потребуется трактор мощностью от 180 до 270 л.с. Орудие может работать с производительностью до 2,4 гектар-час при рабочей скорости до 8 км в час. Рамная конструкция и вся гидравлическая схема сейчас производятся на заводе в Армавире. Отметим, что во всей этой информации есть и то, что смутило нашу редакцию. Во-первых, о том, что завод запустил серийное производство данных плугов, говорилось еще в ноябре 2022 года. Как именно с тех пор изменилось орудие? Производитель не уточняет. Второй интересный аспект. В Кубань Жилдермаш озвучили крайне абитцовозные планы о том, что в ближайшие пять лет Танго станет лучшим и самым продаваемым плугом в России, в Казахстане и Беларуси. Пожелаем удачи предприятию, но напоминаем, что за пальму первенства придется побороться с гигантами сельхозмашстроя, заводом «Алмаз» и грязненским культиваторным заводом, чей плуг Добрыни сейчас и носит статус самого продаваемого. Грюнвальд представил новый самосвальный полуприцеп серии GRT27SH. Техническая модель претерпела множество изменений и концептуально принадлежит уже к новому поколению техники. Полезная нагрузка была оптимизирована за счет улучшения схемы развесовки и снижения собственной массы. При этом техническая надежность транспортного средства была сохранена. Благодаря сварной раме нового поколения и более совершенной конструкции кузова Half-Pipe, модель полуприцепа GRT27SH характеризуется низкой собственной массой в 7000 кг, прочным шасси и вместительным кузовом объемом 27 кубических метров и грузоподъемностью 31 тонна. В сети появилась фотография прототипа нового комбайна класс Jaguar 970. На изображении видно, что агрегат оснащен обновленной кабиной от комбайна Lexion и имеет измененные боковые капоты и заднюю часть. Немного изменилась и цветовая схема. Сила сопровод стал зеленым, а перила лестницы серыми. Ожидается, что мощность нового Jaguar составит более 1000 л.с. В Канаде представили новый автоматизированный комбайн для сбора урожая спаржи. Техника может обрабатывать до 4 рядов одновременно, собирая до 60 растений в минуту. Комбайн использует GPS для навигации и может быть настроен на сбор растений определенных размеров. Компания Precision AI разработала параплан, способный приводить в действие новый тип опрыскивателя. Техника получила название Stratus Air Sprayer. Параплан оснащен трехлопастным пропеллером, который находится в задней части и приводится в движение бензиновым двигателем RATAC с мощностью 100 л.с. Чтобы оставаться в воздухе, агрегат использует парашют площадью 50,3 кв.м. Опрыскиватель в паре с воздушным судном способен развивать скорость полета до 61 км в час. Для взлета потребуется полоса длиной от 107 до 152 метров. Такой опрыскиватель может вносить до 378 литров рабочего раствора за раз, что почти в 20 раз больше, чем у небольших беспилотных летательных аппаратов или же агродронов. C-Nation Dust Real тестирует новый симулятор сельхозтехники в своем индийском технологическом центре. Новый симулятор MVS способен моделировать эргономику сельскохозяйственной и специализированной техники, кабину агромашины и помогать в обучении управлением различными самоходными агрегатами. Семулятор оснащен датчиками слежения за телом, большим дисплеем, гарнитурой и устройством виртуальной реальности, имитирующим полевые условия в лабораторном формате. Вслед за другими гигантами мирового сельхозмашиностроения Fendt, John Deere и Pöttinger, немецкий производитель Klaas заявляет о сокращении объемов производства сельхозтехники на одном из ключевых заводов бренда в Харзевинкеле. Бренд также говорит о введении режима временной занятости до сентября текущего года. Сразу 900 сотрудников как производственного, так и административного сектора будут перенаправлены на неполную занятость. Причина данного решения, как и у других брендов, одна – слабый спрос на агромашины и низкий показатель продаж. При этом отметим, что производство кормомбарочных комбайнов и тракторов будет продолжено в плановом порядке и без ограничений. В компании рассчитывают сохранить рабочие места в долгосрочной перспективе и преодолеть трудности к началу осени. Сразу 1044 трактора «Кировец» с двигателями ВИЧА эксплуатируются на полях российских фермеров. Такие цифры приводит Петербургский тракторный завод. С момента начала серийного выпуска этой техники прошел примерно год. По данным управления гарантийно-сервисного обслуживания ПТЗ, по состоянию на конец июля в эксплуатации находятся более тысячи таких тракторов. Это модели «Кировец» К743М мощностью 430 лошадиных сил и «Кировец» К746М мощностью 460 лошадиных сил. Средняя наработка по моделям уже превысила 1000 моточасов. Некоторые экземпляры уже приблизились к 3000. О том, как показали себя моторы, какие основные отказы появились, а также какие рекомендации по эксплуатации дает сам завод-изготовитель, можно почитать в нашем материале. Ссылка в описании. При Красноярском ГАУ заработал единственный за Уралом трактор-автодром. Ректор вуза Наталья Пыжикова в своих соцсетях опубликовал фотографии с первых занятий на базе площадки. Здесь будут готовить трактористов, машинистов по основным образователям и дополнительным профессиональным программам образования. Техническое оснащение трактор-автодрома позволяет обучать трактористов-машинистов по различным категориям – от квадроциклов до сложных тракторов и комбайнов. Руссельмаш отметил 95-летие со дня своего рождения. Официальная дата рождения компании считается 21 июля 1929 года. В этот день Руссельмаш выпустил первую партию продукции, которая представляет собой простые, с современной точки зрения, средства механизации для сельского хозяйства. Уже в 1932 году завод отправил в хозяйство первые эшелоны знаменитых «Сталинцев-1». Затем были всем известные «Доны» и еще много других агрегатов и комбайнов. Всего за свою историю Сельмаш выпустил более 2,8 миллионов агромашин. С 2000-х годов компания уверенно следует курсу расширения модельных линейок, открывает новые площадки и инвестирует в новые сегменты техники. Мы поздравляем завод и желаем ему развития. Сельхозтехники В этом время остались только продажи тракторов. Как отметили в Росспецмаш, на рынок сельхозтехники колоссальное влияние оказали низкая доходность аграриев и падающая рентабельность, рекордная высокая ставка Центробанка, а также агрессивный импорт азиатских игроков. Редакция нашего портала решила сравнить две популярные модели тракторов в нише 250 лошадиных сил, выпускаемые Петербургским и Брянским тракторным заводом, о том, чем похожи и чем отличаются Кировецкая 5 и БТЗ-254К, а также можно ли их сравнивать в нашем новом материале на портале «Главпахарь». Ссылка в описании. Редакция нашего портала решила составить краткий чек-лист по основным регулировкам зерноуборочных комбайнов. В России уже полным ходом идет уборочная кампания. Регион убирает сельхозкультуры и делает это с разной степенью интенсивности. Немаловажную роль во всех этих процессах играет именно готовность сельхозтехники. Правильный уход за ней и как итог работа без простоев. Об уборке комбайнами рапса, гречихи и зерновых, а также о техническом уходе и общих рекомендациях по настройке комбайнов можно узнать из нашего материала на портале «Главпахарь». Ссылка в описании. И в конце нашего выпуска немного экстрима. Ростовский каскадер Евгений Чеботарев опубликовал несколько видео с опасными трюками сельхозтехникой. В одном он забрался в легковой автомобиль, который разорвали разъезжающиеся в разные стороны сельхозтракторы. Трюк был выполнен в честь памяти Чарли Чаплина и по мотивам старой комедии. И еще один трюк. Каскадер совершил прыжок под колеса движущегося трактора на импровизированном скейтборде. Еще больше интересной и полезной информации вы сможете найти на нашем портале главпахарь.ру, а также в наших социальных сетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok